Всем привет, друзья! Меня зовут Костенков Алексей, я практикующий веб-дизайнер, и у меня для вас отличная новость. Совместно с VDI Design School мы разработали для вас курс по веб-анимации в Adobe After Effects. Я не люблю долгих вступлений, поэтому я сразу покажу то, чему вы научитесь на курсе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Два года я работал на телевидении в качестве моушн-дизайнера. Шесть лет я работал в веб-дизайне в двух диджитал-агентствах. Чуть больше года я работаю сам на себя, и за это время я понял, что в 2018 году недостаточно делать стильный, но статичный визуал. Рынок веб-дизайна стремительно меняется. А меняешься ли ты? Учитывая весь приобретенный опыт в моушн-дизайне, я обратил внимание на все нюансы, связанные со сложностью освоения программы Adobe After Effects. Совместно с VDI я разработал курс, который будет тренировать только те ваши навыки моушн, которые пригодятся в анимации ваших PSD-макетов. В русском сегменте YouTube нет годных туториалов, обучающих практикующих веб-дизайнеров анимировать интерфейсы. Мы подумали, а почему бы нам не поделиться своим опытом? Мы разработали курс от дизайнеров к дизайнеру, учли все боли людей, которые никогда не открывали Adobe After Effects. А если открывали, то были напуганы сложностью и запутанностью интерфейса. С нашим вкусом тебе не придется больше просматривать тонны туториалов по моушн с целью найти нужное решение для анимации прелоудера, для анимации эффектов подгрузки, параллакса или ховер. А почему, собственно, Adobe After Effects? Созданная изначально исключительно для создания моушн-графики и спецэффектов видео, эта программа чудесным образом зарекомендовала себя еще и как отличный инструмент для создания веб-анимации и презентации твоих кейсов на Behance. Edge Animate, Principle, Atomic – все это узкоспециализированные программы. Однако ни в одной из них нет такого набора возможностей, как в Adobe After Effects. А сотни UX UI-вакансий веб-дизайнера на сайте HeadHunter, в котором требуются навыки веб-анимации именно в этой программе, лишь подтверждают этот факт. В этом курсе я расскажу и покажу тебе, как можно и нужно использовать эту программу для анимации твоих макетов. Если ты практикующий веб-дизайнер, который хочет повысить свой уровень, получить новые полезные навыки веб-анимации, научиться создавать эффективные UX-гипотезы, а также крутые, стильные видеопрезентации своих кейсов на Behance, которые будут набирать тысячи лайков, тысячи просмотров, и как результат принесут тебе новых заказчиков, или же если ты новичок, который хочет сделать первые шаги в мире мошен и веб-дизайна, то добро пожаловать к нам на курс! Я ответственно заявляю, что это самый честный, компактный и, главное, понятный курс, который, минуя все дебри и сложности моушен-дизайна, в кратчайшие сроки поможет тебе научиться анимировать свои макеты в Adobe After Effects. Почему я создал данный курс? Я нашел эффективный способ освоить программу Adobe After Effects для анимации PSD-макетов и решил поделиться с тобой данными знаниями. Я намеренно не хотел растягивать данный курс на множество тематических блоков с тоннами воды и притянутой за уши информацией. Именно поэтому наш курс стоит так дешево. Если ты хочешь соответствовать уровню рынка веб-дизайна в 2018 году и в последующие годы, если ты хочешь выгодно выделяться на фоне конкурентов и повысить свой общий доход, то наш курс это то, что нужно именно тебе. Я плавно и легко проведу тебя по основным механикам взаимодействия с программой Adobe After Effects, начиная от простейших шейповых анимаций и заканчивая полноценным укомплектованным кейсом на Behance. Ты можешь рассчитывать почти на круглосуточную обратную связь от меня. Я буду твоим тренером и другом на пути к освоению суперполезных скиллов. Если ты напишешь нам именно сейчас, то получишь приятную скидку и бонусы. Предложения действуют ограниченное количество времени. Во всем вопросам пиши менеджерам BDI Design School. Ну а с вами был Костенков Алексей. Не выпадай из реальности, оставайся в тренде. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok